ну собственно привет наверное нормально да здесь сейчас еще раз протестируем если все нормально то тогда мы в принципе начинаем уже разговаривать с вами про новости какие произошли да ну в общем год задался нормально такой да прям прям гагашечки прям с каждым днем все веселее ну ладно всем привет давайте тогда мы поехали здесь такая есть короче одна определенная штука что я раньше всегда новость рассказывал про бренды но бренды начали сейчас постоянно у нас по сути-то отваливаться из россии то я не как бы каждый день какой-то новый бренд отваливается поэтому здесь мне кажется особо интересная штука состоит в том что как все-таки бренды будут возвращаться к нам страну например даже тут недавно я смотрел а сафио ставса где он рассказывал про то как в 2007-2008 когда был кризис автомобильные бренды уж вынуждено перестали продавать автомобили на территории россии из-за больших после пошлин так что сделали самые автомобильные бренды они в течение 4-5 лет построили заводы в россии и начали продавать уже на территории россии свои автомобили поэтому здесь например с брендами по сути та же самая движуха мне кажется будет состоять что как бы скорее всего есть такой у меня личный прогноз что бренды будут просто запускать ту же самую продукцию под другими торговыми марками или открывать производство нас россии и уже там его продавать просто вот так вот щелчку все свои мощности а все заводы которые строили годами никто я не думаю что будет вывозить из страны будут просто приориентироваться открывать на регистрировать на новые ложки и также реализовывать товар на наш внутренний рынок по всей стране поэтому здесь особо так паниковать не нужно что вот сейчас прям капец капец прям вообще все у нас погибло мы все погибли лёлик все пропало да нет сейчас уже постепенно бизнес начинает адаптироваться например там у меня многие клиенты начинают прямо активно заниматься диверсификации то есть они если раньше занимались просто одним товаром сейчас они занимаются на тех же самых мощностях запускают смежные разные товары поэтому любой сейчас бизнес будет используя все те же самые производственные мощности людей выходить в новые рынки запускать на новых рекламных площадках сайт по своей продукции если так говорить про какие-то самые интересные новости готова принципе прям капец-капец как вайлбрис чуть ли не упал сколько у нас там наверное неделю назад или прям две недели вайлбрис полностью лежал и многие селлеры не могли зайти в админку чтобы просто посмотреть сколько товаров есть в наличии ну то есть на складе и сколько нужно докупить и не могли посмотреть сколько вообще есть заказов и так далее то есть люди заказывали озон брал деньги но как бы проблемы были с отгрузкой потому что озон брал деньги за товар который уже нет на складе в течение этих там недель двух недель тот же самый пример я там например скетартикой додел на бокс начал первым делом и естественно начал заливать его на воинбрии потому что мне сказали типа чувак на выберись больше всего всегда там подавкам так ну естественно я пошел на вальдерс так я не мог зайти неделю не мог зайти на вб потом когда я зашел начал сбивать данные ставим все глючит в принципе некорректно работает и потом естественно начал заливать уже на зон а звон тоже подтравил и в принципе у меня прям в тот промежуток времени прям было ощущение что сейчас будет упадет просто и озон и вайдбрис прям потому что бабах просто косяк-косяк ты начинаешь нажимать f5 обновить страничку она там не обновляется но с грехом полом я залил и кстати здесь возможно вы думаете что типа если ты залил товар на озон то типа там продажи пойдут просто вот сейчас там следующий этап мне это нужно там несколько скорее всего проект 10 раз мне нужно будет выкупить свой же товар и там закатать потом отзыв ну то есть там типа просишь и друзей там как кого-либо там они покупают от товара потом его например там пишут про него вот и вот только после этого озона вайдбрис ну то есть любой marketplace начинает понимать что типа то товар там пользуется спросом есть отзывы значит можно его подвигать там по ну то есть с низшей позиции на высшую если раньше там например как я вот узнавал много у разного рода кто занимается продажами на marketplace типа раньше выигрывал тот кто лучше всего оформить оформил карточку товаров а именно seo написания сделал то есть текст грамотно сделал в карточке товара тогда типа там ранжирование пойдет само собой это работало одно время потом marketplace и просто херам все это сломали и теперь типа больше такой поведенческий фактор нравится добавляют там в виш-лист этот товар или нет делится им там соцсетях там или нет пишут отзывы покупают и то есть больше больше поведенческих факторов и в принципе там эту систему довольно таки сложно натрючить даже если например там сколько я узнавал ребят даже нельзя просто так написать отзыв то есть нужно обязательно купить товар фишечка такая еще заключается в том что если я вам просто скину ссылку вы по ней зайдете купить товар и потом напишите отзыв то marketplace просекут эту фишку они поймут что это правильно называется самовыкуп или что-то типа такого и это не пойдет этот отзыв эта покупка не пойдет в рейтинг поэтому здесь такая довольно-таки хитрожопая система маркетплейсов мне что предстоит ее познать если будет получаться я буду рассказывать об этом там также в инсте или в телеграме кстати одна из последних которые прикольных новостей это заключается одна из последних новостей же заключается в том что как бы весь мир вот-вот-вот-вот-вот прям буквально все мне кажется прям все выкладывали эти qr-коды ссаны которые люди до конца не могут понять и никак не не смогли понять что qr-код который они все выкладывали в stories он сделан только лишь для того чтобы вот у меня есть телефон у меня есть друг у него есть тоже телефон я включаю этот qr-код в контакте или телеге показываю ему он со своим телефоном сканит его то есть сканирует и сразу находит меня все выкладывать этот qr-код в инстаграм это просто надо быть прям дауном потому что типа я вот вижу в stories этот qr-код типа кипать как мне надо тогда блять его просканировать причем не надо срочно бежать искать где-то другой телефон или там этот телефон этот stories и потом уже там типа со ну то есть люди не понимают а ошибка соцсетей в том что они не смогли это объяснить нормально как пользоваться еще таким qr-код и вроде как бы это вся движ весь движ пошел что из любого утюга начали писать что переходи подписывайся на мой канал а там переходи и там пока еще ничего нет наскоро там все-то появится и в итоге ни хера так мне кажется половины осталось в инсте я тоже завел там то есть не завел у меня был но и начал активно там как-то выкладывать делиться какими-то своими соображениями в телеграме кстати ссылка будет в описании и я вам хочу сказать что в принципе с этим vpn я заколебался отключать-включать отключать-включать вот этот блять постоянно vpn и в принципе уровень востребованности инстаграма в моем мироиздании он понижается с каждым днем я понимаю что блин ну мне как-то уже не особо хочется заходить потому что блять отключить vpn там потому что потом чтобы взбер зайти надо отключить vpn и вот эти вот постоянные вот головняки они уже как бы добавляют больше то что ну как бы вроде ну и хер бы с ним заблочили хотя странно кстати вы заблочили блять это просто типа мету заблочили инсту заблочили но вроде как быть можно пользоваться ну какой-то такой довольно таки странный запрет поэтому я думаю здесь для первого такого ролика кстати недавно посмотрел что последний ролик у меня на канале выходил 7 месяцев назад несколько дней но 7 месяцев 7 месяцев или 6 месяцев самый больше просматриваем ролик там 18000 просмотров это набрал ролик то все месяцев точно вышел назад поэтому здесь буду стараться подходить более ответственно и уже на постоянной основе вторник и четверг обязательно выкладывать новые видео просто сейчас еще надо накопить новостишки потому что если бы я выкладывал сегодня какие-то интересные такие новости про бренды то не знаю там постоянно был бы это потрачено и потрачено 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 ушел из россии прекратил инвестировать так далее в принципе даже креативный рынок сейчас немножечко на стопе встал потому что крупные бренды перестали инвестировать в рекламу в маркетинг креатив не особо много прет прет сейчас сами понимаете какая повестка забита чем поэтому здесь вот я думаю прямо еще недельки две и как бы начнется прямо полноценные бренды окрепнут компании поймут как все таки куда лучше вкладывать деньги и прямо начнут уже активно поливать нам креативом рекламой и всякими крутыми новостишечку понятно я забыл сказать кстати если вы думаете что у вас жопа ну прям типа капец прям жопа нужно помнить про одну простую вещь что в каждой жопы есть дырка поэтому как бы есть жопа окей она когда-то пройдет поэтому здесь мне кажется нужно прямо максимально не унывать собраться хотя честно могу сказать что у меня довольно бывает тяжело сфокусироваться но как-то по чуть-чуть то есть самая большая у меня сейчас самая рекомендация большие задачи дробить на более мелкие а эти мелкие дробить еще на более чтобы вы небольшими спринтами закрывали большую задачу потому что просто брать и закрывать большую задачу довольно тяжело много отвлекающих факторов поэтому лучше по чуть-чуть по закрывать большую задачу так жопа но ничего